Здравствуйте! В эфире очередной выпуск подкаст КРГ. На дворе середина лета, а это время отпусков и каникул. И каникулы не только у школьников и студентов. Каникулами называется и перерыв в работе депутатов парламента. Но отдыхать тем некогда, заявляют сами народные избранники. Все со своими избирателями берет от них очередной наказ. Во всяком случае, именно так их визиты в регионы освещает центральная пресса. Не стало исключением и Карагандинская область. На днях здесь побывали сразу три депутата. Арман Калыков, Кудайбергенбек Султанов и Каракат Абден. С первыми двумя все предельно ясно. Оба карагандинцы, оба члены правящей партии, оба избирались здесь. А вот зачем к нам приезжала Каракат Абден, представительница партии АОЛ и родительница за право женщин. Давайте разберемся. Поскольку она также является членом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте страны, первым делом ее интересовало то, какую поддержку власти оказывают семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Не без гордости, чиновники показали депутату единый центр помощи семей. Это государственное учреждение. Здесь работают специалисты по социальной работе, юристы, психологи, теологи, нарколог. Специалисты выявляют неблагополучные семьи и выводят нуждающихся из зоны риска. Депутат Абден положительно оценила работу центра, но отметила, что вот у сельских женщин нет возможности сюда добраться. Вы не забывайте городские жители, что сельские жители еще есть у нас. Они находятся на протяжении, их проживают на расстоянии 500-400 километров и у них очень много проблем. Поэтому городским жителям хочется даже позавидовать в этом отношении, потому что условия социальные у них здесь хорошие. И здесь я хочу отметить, что Карагандинская область у нас всегда на хорошем счету. Во всех отношениях это, наверное, все-таки здесь сказывается высокий уровень образования, здесь много интеллигенции, здесь продвинутая молодежь. Почему? Это факт. В ходе визита депутат также посетила новый дворец школьников Каусар. Там она провела встречу с многодетными матерями, женщинами-лидерами, представителями женских неправительственных организаций. И здесь становится понятно скрытая цель ее визита. Всем присутствующим Караганд Абден предлагала свою книгу с претензиозным названием «Ты казашка, гордись». Книга эта вышла еще в 19-м году. По словам Абден, ее произведение призвано помочь казахским девушкам осознать свою уникальность и неповторимость. Кроме того, благодаря ее творению, юным казахстанкам будет легче строить свою жизнь в современном мире, опираясь при этом на многовековые традиции и обычаи, считает автор. Но далеко не все оказались в восторге от творения бывшего кандидата в президенты страны. Да, была такая страница в жизни депутата Абден. Представительницы феминистического движения Казахстана считают, что тема книги прямым текстом ставит девочек ниже мальчиков. Борцы за право женщин заявили, что эта книга – прямое руководство по выращиванию домашней обслуги, типа «накорми», «спать уложи», «удовлетвори» и «молчи». И все же, несмотря на волну критики, книга продается, а ее автор научилась отвечать своим оппонентам. Вот что она заявила на встрече в Караганде. Многие, я вам тоже хочу сказать, есть такая проблема. Вот хорошо, что маленький зал, я думаю, журналисты тоже простят, если где-то вырежете. Есть такая проблема. У нас, когда что-то происходит, нам начинают говорить о казахском металлитете. Сводят к тому, что у нас традиция, будто у казахов есть это, что избивают женщину, насилуют девочек. Никогда в жизни не поднимали руку на женщину, на женщину-мать, а девочку вот так вот на волну не носили. Я уже упоминал, что осенью 22-го года Каракат Абден боролась за кресло президента Казахстана. Тогда она выдвигалась от общественного объединения «Национальный альянс профессиональных социальных работников». Из пяти кандидатов и графы «против всех» она заняла четвертое место. Как известно, с огромным отрывом победил действующий президент Касымжу Мартукаев. Он набрал свыше 81% голосов. На втором месте кандидат «против всех». почти 6%. Далее «Жигули Дайрабаев» и лишь затем «Каракат Абден». За нее свои голоса отдали 2,6% избирателей. А вот в парламент женщина попала по результатам выборов, войдя в предвыборный список партии «Аул». Чем же запомнилась депутат помимо скандальной книги? В ходе своей предвыборной гонки за главный пост в стране «Каракат Абден» одной из своих инициатив назвала «Специальный налог для казахстанок на брак с иностранцами». Как мы знаем сейчас, ничего подобного в парламенте не обсуждалось. Так что подобный налог казахстанкам не грозит. По мнению политологов, по своему жизненному опыту и убеждениям, «Каракат Абден» скорее относится к лагерю центристов с либеральным уклоном. Оппозицию ультраконсерватора указала случайно. Но теперь народная избранница вынуждена навсегда застрять в противостоянии либералов и консерваторов из-за своих неосторожных слов. Сегодня казахстанский парламент представлен не только большинством одной партии, как это было в старом Казахстане. Сегодня в Мажелесе шесть политических партий. Остается надеяться, что разнообразие в подходах и плюрализм мнений позволит депутатам создавать и принимать актуальные и полезные для всего общества законы. Это был очередной выпуск подкаст КРГ. Встретимся на следующей неделе, обсудим следующую тему. Как всегда, прямо, открыто и без обиняков.